Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Мы колесим по Первовским дворам улицам на комфортабельном Пежо 3008, любезно предоставленном автоцентром Пежо компании «Эксавто». На шоссе космонавтов 328 дробь 1. И начнем с телезрительских кадров дня. Вера Волошина рассказала о том, что на Парковом объявили войну мусорным урнам. Урны терпят урон, но продолжают добросовестно выполнять свою функцию. Ну а Сергей Елисеев прислал нам фотографию меню одной из пермских кафешек. Если внимательно вчитаться, то понимаешь, что кормят в этом кафе не котлетами и бутербродами, а исключительно грамматическими ошибками. Вот это вот зеленое с белыми колоннами здание на улице Академика Веденеева – дом спорта. А вот ровненько напротив, и тоже зеленое, и тоже с белыми колоннами здания – это НПО «Искра». А вот теперь начинаются топографические приколы нашего городка. Автобусная остановка. Читаем на павильончике. Дом спорта. И переводим глаза на бело-голубую табличку. НПО «Искра» и возникает в голове вопрос. Черт возьми, да как же она все-таки называется-то, эта остановка? Говорят, женщины любят красавцев-усачей. Ну что ж, в таком случае наш кадр дня исключительно для них. Прилетел самостоятельно и уселся на лобовое стекло нашей машины. Эван, какие усищи, любуйтесь. Жители микрорайона Запад попросили дежурного по городу обратиться со словами горького упрека к владельцам расположенных недалеко дач. Дело вот в чем. В дачном поселке нет контейнерной площадки для мусора. И, возвращаясь с дачи, граждане выбрасывают все, что им не нужно, вот здесь вот на примыкании дорожки к Ледовскому тракту. И находится все это великолепие буквально в 200-300 метрах от конечной остановки Запад. И ведь что характерно, как правило, на дачу ездят на машине. Вот что мешает бросить пакет с мусором в багажник и потом аккуратнейшим образом выгрузить его на ближайшей контейнерной площадке? Нет, валят и валят. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Автор самого интересного сообщения получит вот эту вот карту любимого покупателя на 1000 рублей от магазина Азбука. Улица Ленина, 49. Ну а на что ее там обменять, безусловно, найдется, потому что помимо широчайшего выбора концтоваров и художественной литературы очень богат выбор учебной и методической литературы. В общем, найдете, что выбрать. И на этом заканчиваю свою работу Игорь Гиндис и Михаил Осетров. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефе» в интернете. Встречайте завтра Анну Водоватову. На сегодня все. Свидимся. Спасибо, удачи. Пока.